29 глава книги Пророка Исаии, посвящена пророчеству, коре Божией над жителями города Иерусалима, за их непослушание и противление Творцу, в четвертом стихе этой главы, Пророк видит жителей Иерусалима, находящихся под землей, в загробном мире, из которого доносятся на землю, их приглушенная речь. В этом тексте, используется еврейское слово, ОФ, которое трудно для понимания в данном тексте, однако, сопоставление с аккадским словом, это трудность решаема. В словаре еврейского лексикона БДБ, слово, ОФ, имеет значение, 1. Кожаный мех А, для воды. 2. Некроамант А, Некроамант, вызывающий духов мертвых, П, призрак, дух мертвого В, практика некромантии. 3. Одинаковый дух, в словаре указатели еврейского лексикона, Цыганковый УА, 1. Барматун, 2. Мех для воды, из издаваемого глухого и невнятного звука, 3. Некроамант, чревовещатель, голос которого звучит как из сосуда, как видно из словарных статей, западные ученые, считают, что еврейское слово, ОФ, в значении Некроамант означает, вызывающий духов умерших, восточный видит в Некроаманте, не только, как вызывающий духов мертвых, но и чревовещатель. Но, не вызывающий мертвых, ни чревовещатель, не подходит для перевода, ОФ, в данном тексте. Находящихся под землей, в загробном мире, нелогично сопоставлять с Некромантом или чревовещателем. Словарь БДБ, предлагает еще одно значение слова, ОФ, призрак, дух мертвого. Такое значение, подходит к контексту, но на мой взгляд, не полностью. Если, жители Иерусалима, находятся под землей, в загробном мире, то логичнее сказать, и будешь призраком, духом мертвого, вместо как призрак, дух мертвого. Я Сеф Тауил, автор словаря Акадский лексикон, спутник для библейского иврита, приводит ивритскому слову, ОФ, этимологический и диаматический эквивалент из аккадского языка, аккадское слово, АПУ. Значение аккадского слова, АПУ, дыра, отверстие в земле. Я Сеф Тауил показывает, что, АПУ, это древний термин, используемый в большинстве ближневосточных языков для ритуальной ямы, через которую смертные общались с хтоническими божествами, то есть божества олицетворявшие собой силы подземного мира. В словаре ассирийского языка, Чикажского университета, приводятся примеры древних текстов из клинописных табличек, где используется аккадское слово АПУ. Привожу следующие три примера. Первое. Они роют яму, выливают масло и мед в яму. Второе. Он придет и соберет кровь в яму, вылит мед и масло в яму. Третье. Король, дарит пищу духам мертвых, певец, берет, пищу со стола, кладет ее в яму, он выливает мед, масло, и вино туда, и певец засыпает яму, король кладет свою ногу на яму и целует, землю. В древности, люди общались с божественными сущностями подземного мира и духами мертвых людей, через выкопанную яму, как астральные ворота в потусторонний мир мертвых, в эту яму, они приносили свои приношения, кровь жертвенного животного, мед, масло, пиво, и после закапывали яму. Ритуальная яма, называлась в акадском языке Апу, Авэрити Оп. К. Ясеф Тауэл, поясняет, что ритуальная яма имеет также название и в шумерском языке Ап, и в угоритском Эп. Таким образом, учитывая, что Оп, имеет значение, как ритуальная яма для общения с духами мертвых, смотрим в наш текст. Смысл текста, на мой взгляд, не нарушается в данном случае, но даже проясняется. Жители Иерусалима, в результате кары Бога, сойдут под землю, в мир мертвых, то есть все и погибнут, и будут оттуда говорить с живущими на земле. Они будут говорить с живыми, как ритуальная яма, через которую, будет доноситься их глухая речь. Ещё один, интересный текст в первой книге царств, глава 27. Контекст говорит, что царь Саул, обратился к женщине, через которую хотел поговорить с духом умешива Самуила. Это женщина, в тексте названная, Эшет Баалат Ов, Баалат, это слово женского рода, от слова Баал, то есть госпожа, хозяйка. Ов, это знакомое нам уже слово ритуальная яма, астральные ворота в потусторонний мир, канал для общения с загробным миром. Эшет Баалат Ов, переводится, как женщина, госпожа ритуальной ямы. Получается следующий перевод, из текста следует, что эта женщина, названа госпожой ритуальной ямы, потому что только она могла иметь через яму контакт с существами загробного мира и духами мёртвых. Возможно, древние люди, верили, что загробный мир, находится под землёй, и что с духами мёртвых людей можно общаться, через астральные вопросы, канал, ритуальная яма. Спасибо за просмотр, Божьих благословений в познании истины Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok